всем привет я обладатель айфона xr с алиэкспресс оригинального я его купил 4 месяца назад и снял об этом видео на свой youtube канал в нем рассказал своих первых впечатлениях после покупки и перехода с андроида на ios и мои мысли были немножечко сумбурными а сейчас прошло уже как по мне много времени и я окончательно понял что для меня apple ios iphone и и знаете мнение мое очень сильно поменялось и об этом будет это видео сегодня вы узнаете как человек который всю жизнь сидел на андроиде впервые перешел на с что он испытал за эти четыре месяца стоит ли вам переходить на ios если вы пользуетесь андроидом и вообще в целом поговорим об этой всей войне apple и android какой же это бред но перед тем как мы перейдем к основной сути видео хочу напомнить что я брал iphone на алиэкспрессе он как бы оригинальный на алике есть официальный магазин apple просто он дешевле на пару тысяч рублей и при покупке айфона ты вообще в целом всех товаров я пользуюсь расширением alitoos она просто незаменимая позволяет смотреть динамик цен и понимать искусственно поднимает продавец цены чтобы сделать фейковые скидки также можно посмотреть рейтинг продавца видео обзоры если они имеются а также очень удобная вещь сравнить два товара двух продавцов и понятие где же он все-таки дешевле где выгоднее взять также скоро а если бы точнее 11 ноября будет всемирный день шопинга и на алике будет распродажа на которой расширение alitoos просто необходимо потому что многие продавцы могут искусственно завысить цену а потом предъявите свой товар и якобы он со скидкой на самом деле нет нихуя alitoos поможет вам разобраться стоит ли доверять тому или иному продавцу или нет я вам советую основательно подготовиться к этому дню и установить расширение по ссылке в описании тем более она бесплатная так что не даем китайцам себя обмануть а мы переходим к ролику начнем мы пожалуй самого главного с цены телефона после выхода айфона 11 iphone xr существенно подешевел и сейчас можно взять версию на 64 гигабайта всего лишь за 45 тысяч рублей то же время iphone 11 стоит на 15 тысяч рублей дороже и из нововведений я думаю все смотрели презентацию там широкоугольная камера 4k фронталка и apple a13 оплатить за это 15 тысяч рублей лично я бы не стал если бы я прямо сейчас для себя брал новый iphone я бы взял все тот же самый iphone xr потому что на всякие про максу у меня денег нету а iphone 11 ну на поведение вообще не существенно что переплачивать 15 тысяч и лично мой совет если вам не нужны тоже перечисленные функции берите iphone xr потому что с учетом удешевления цены покупка его стала еще более рациональной а мы переходим к комплектации как сильно я нахваливал и как сильно разочаровался в том дерьме что идет вместе с комплектом apple конечно до распаковку ты получаешь просто коробочки как все классно но когда ты начинаешь пользоваться вот всем этим ты понимаешь насколько все очень плохо по сравнению с андроидами начнем по порядку наушники 2500 рублей стоят они отдельно они конечно идут в комплекте но пользоваться вот ими я не могу потому что за те же самые деньги можно купить уже беспроводные наушники с более лучшим качеством лично мне не устраивает сам звук он откровенно плохой по сравнению с другими наушниками за такие же деньги а проводочек настолько тоненький что я уверен если бы я ими пользовался он бы мне уже давно порвался единственное что мне нравится в этих наушниках это качество микрофона но как-то странно хвалить все наушники за их микрофон поэтому наушники дизлайк lightning и блок питания медленно и неудобное говно заряжает супер медленно моя бесправная зарядка с алика за тысячу рублей делает это точно с такой же скоростью как делать штатный блок питания к тому же флотник у меня еще почему-то бьется током я не знаю почему но у меня два оригинальных латинга один я купил в днс и на всякий случай потому что это говно выглядит совсем ненадежно и оба они бьются током напишите в комментариях если у вас есть такая же проблема может быть я не один такой но пользоваться ими все равно не буду только если через повар банк где-то далеко от дома зарядить потому что дома у меня есть беспроводная зарядка и это охуенно если у вас телефон поддерживает такую функцию купите себе исправную зарядку это просто конфетка но я пожалуй перейду уже к самому айфону прошу заметить я разделяю ios и iphone описывать и сейчас буду именно сборку и качество самого айфона и здесь у меня есть ряд претензий прошу сделать звук погромче если вы сейчас нихуя не услышите я не знаю что это такое на форумах я вычитал что это может отойти линза камеры если телефон роняли но дело в том что я его не ронял да и звук исходит из нижней части корпуса телефона это можно услышать когда потрясти телефон прямо перед ухом также еще есть более не популярное мнение то что эта технология the optic engine специальный механизм вашем айфоне который делает просто охуенные вибрации и клики на вашем телефоне чтобы ее понять нужно попользоваться айфоном я это не смогу описать и дело в том что там она состоит из таких пружинок и возможно вот именно они при сильной трески телефона и шумят но об этом так мало пишут людей что такое ощущение что только у меня есть такая проблема и если у вас есть что-то схожее потрясите свой телефон и напишите в комментах может быть это нормально вообще но факт остается фактом мой айфон шумит если его сильно потрясти я считаю это минусом и я обязан вам об этом сказать также еще один неприятный момент в плане сборки телефон у меня белый и в целом он выглядит охуенно но если присмотреться такое ощущение что в этих щелях как будто есть какая-то грязь не знаю получится ли передать это через камеру но в жизни он выглядит как будто немножко грязноватым именно в этих щелях но в остальном претензий в сборке нет я например ношу телефон постоянно в кармане все лето я ходил штанах на которых есть молния и телефон постоянно об него шкрябался но экран очень хорошо выдержал это испытание тем более я постоянно ложу его именно экраном на стол и просто если сравнивать с моим старыми x2s экран айфона у меня царапается намного медленнее чем тот телефон но это уже может быть в течение обстоятельств и моя аккуратность также хочу сказать пару слов про челку кому-то она не нравится кому-то нравится я же отношусь к тем людям которым просто на нее похуй я ее не замечаю я понимаю для чего она создана и в принципе никаких дискомфорта или уау эффекта она мне не приносит какой-то мере это даже удобно потому что время погода связь все это выведено там где челка и не занимает основную рабочую область потому что в любом андроиде без челочки то есть вообще безрамочные экрана все равно будет сверху полоса где выведены все эти данные не знаю если где-то еще такая функция кроме айфона но если ты свапаешь слева вниз то у тебя высвечивается уведомление если ты свапаешь справа вниз то у тебя высвечивается панель конфигурации и как по мне это просто охуенно и вместе с челкой эти функции смотрятся более гармонично тем более в челке спрятан фейс айди как я понял фейс айди сейчас является самым лучшим способом защиты вашего устройства это всяко лучше чем сканер отпечатков пальцев потому что каждый 50 тысячный человек обладает точно такой же биометрии как и вы и возможно даже прямо сейчас твой сосед сможет разблокировать твой айфон своим пальцем как вы поняли я за челку я за фейс ади мне намного лучше жить с челкой чем с большой рамкой сверху поэтому пусть будет так пока технологии не дойдут до того когда смогут спрятать под экран то я знаю что есть андроиды полностью безрамочные но я хочу чтоб все довели до ума они через какие-то костыли виде выдвигающейся камеры что по поводу кстати самой камеры я допустил очень большую ошибку сказав прошлом видео что камера айфона снимает точно так же как и зеркалка без зеркалка за те же самые деньги я неправ признаю камер за 50000 будет снимать явно лучше чем камера айфона но только я там говорил вообще о другом я подводил к мысли о том что если ты начинающий ютубер и у тебя нету нормального телефона можно купить айфон у тебя будет и пиздат и телефон и охуенная камера для своих видео съемок но если у тебя уже есть нормальный телефон на андроиде и тем более если у тебя есть какая-либо камера то покупать айфон ради камеру точно не стоит это глупо но так камере айфона в плане качества нет претензий кроме фронталки она просто ужасно ну и основная камера снимает очень плохо в темноте если не пользуются сторонним приложениями типа про муви просто нихуя не видно и это не совсем минус потому что мало телефонов умеет хорошо снимать в темноте но вот мой iphone xr в темноте мне умеет правильно выставлять айсо это неприятно такое ощущение что все видео я говорю о минусах телефона нет это не так просто как по мне я говорю о важных моментах при покупке телефона который стоит обратить внимание но сейчас мы будем говорить только о приятном это айв с чем дольше пользуюсь своим айфоном тем меньше я хочу перейти на android телефон потому что айв с как по мне просто охуительная система поначалу я вообще не мог понять чем именно мне нравится айв с как-то просто приятнее и дружелюбнее потом я начал замечать как именно отрисовываются анимации как я перехожу между иконок все сворачивается и вот эти всякие маленькие детальки но дальше наткнулся на канале droider на видео почему айв с особенно и все вопросы у меня просто как рукой сняло да это пусть будет рекламу но я хочу чтоб вы посмотрели это видео после просмотра моего видоса чтоб вы тоже понимали почему айв с блять особенно и почему ее так все любят еще раз напомню я всю жизнь сидел на андроиде и 4 месяца как я сижу на айфоне я перешел на него и охуел насколько все здесь приятно если вкратце технологии мошен страничат оптика engine уменьшенная задержка отклика отрисовка анимации и интуитивно понятный интерфейс как куда все летит и вот этот вся плавность это и делает айв с охуенный и спустя четыре месяца я пришел к такой глобальной мысли мне нравится не айфон не apple мне нравится чертова блять айв с и как по мне этим нужно именно пользоваться потому что у меня есть друзья которым я давал в руки айфон они говорили ну да что-то по-другому ну за что платить деньги непонятно а есть друзья которые именно купили себе айфон и чем дальше они им пользуются тем больше они его любят и понимают что android это не их вообще и обращение ко всем тем кто любит защищать какую-то из операционных систем игры что вот та ваша плохая не надо так делать попользуйтесь и тем и тем и сделайте уже вывод как я например то что у каждого есть свои плюсы android можно кастомизировать и и android куча оболочек это два плюсы которые я могу выделить сейчас в android в остальном не нравится полностью ios и раньше многие предъявляли то что была закрытая операционная система нельзя было файлы передавать с ios 13 многое что изменилось я не буду причислять все нововведения но если вкратце то ios потихоньку дает в рот андроиду потому что все минусы которые предъявляли ios потихоньку просто испаряются лично для себя я вообще не вижу поводов пересаживаться обратно на android потому что кастомизация мне нахуй не нужна ios меня полностью всем устраивает и еще раз для особо одаренных напомню что это лично мое мнение и если ты с ними согласен нахуй ты вообще тогда смотришь видосы где человек делится своим мнением и впечатлением от какого-либо девайса дурак что немножечко поговорим об общественном мнении я конечно понимаю вы все-таки дохуя контр культурщики вам не нужно чужое мнение и вообще главное чтобы девайс был хорошим лично для тебя да я полностью с вами согласен но некий момент должен пояснить для многих это будет важно купив iphone внимание со стороны противоположного пола будет намного больше что вам делать с этой информации их вы знает решайте сами а я на этом заканчиваю свои видео буду ждать 2020 год когда покажут новые iphone и потому что то что показали в этом году это просто блять смех я не хочу этим пользоваться но на а вам большое спасибо за просмотр любите маму кушайте кашу нажимайте на колокольчик потому что где-то я слышал что если нажать на колокольчик видео лучше попадать в рекомендации можем проверить в следующем видео я скажу даже если это не работает то все равно вы будете самые первые смотрите видео вам будет приходить специальные уведомления хотя зачем рассказывать все равно все об этом уже знают до встречи в следующем видео пока пока